добрый вечер или день дорогие дамы и господа и так стрим хикан гоби-боби андрей губ заври людмила людмурик и даша каплан состоится ли и так ребята даша каплан наша любимая дашенька она запустила у себя в телеграм-канале следующую информацию короче ой пытаюсь примерно вам объяснить свой посыл почему я думаю ну думала согласиться вот я так понимаю что да хикан просто это все организовывает если не подумала что бабки то им пойдут это тупое решение короче я хотела именно с глобзом деть с людой до следы нет смысла на разговаривать но хотя как и с андреем нет смысла разговаривать что юра с ним говорил там хикана остальные что типа ему просто его тыкают носом он такой нет это приколы а с людой да моя дорогая значит с людой потому что сколько уже раз было что она сэвила гобзавра кто их давно смотрит еще давно давно она жаловалась что он ее избивает прям на стриме вызывали полицейских она говорила что типа я дам показания чтобы его посадили но как только они приезжали все она сразу такая нет ничего не было никто никого не бьет все хорошо и таких моментов было ну как и сейчас и со стримом отдельным в этом плане да он ее держит в таких этих цепях на самом деле он держит ее в цепях невидимых как абьюзер вот она думает что с них не выбраться ну охота поугарать спросить что я у нее в тетради смерти но мне не очень хотелось бы чтобы именно андрею пошли деньги я бы скинула люди на карту я на стриме искалка не было людочки на карты конечно же в чате это понимаю что я забанена потому что я спросил мне никто не ответил вот люди бы молча я перевела деньги чтобы андрей об этом не знал потому что слив где вот она рассказывает что у нее нет денег элементарно там что-то купить да окей хорошо мы все про маникюр это конечно вообще абсурдных тоже нужно понимать вот скорее всего наверно поможет уже только этот органы так сказать екатерина мизулина я думаю вообще так повлияло на это все раз там уже пошли заявления в мвд россии на него в принципе там уже он был на карандашики после стрима и до возможно после стрима он был на карандашики избиение потом уже карандашик стал почетче рисовать пожирнее когда было с гробом вот там тоже выкрутился а тут уже мвд россии екатерина мизулина новости всякие уже как будто что-то серьезное должно быть но тем не менее его никуда не забирали он стрима спокойно и так и так дорогие дамы господа поначалу даже очень даже неплохо относилась к вариант такого состава как я насколько я понял даша сама и людмила людмурик вот а с гопзом она не особо и хотел это говорить потому что о чем я и говорите было интересно добавление даже в тетрадь смерти а их отношения предыдущих с юликом людмурик говорила что юлик он представитель нетрадиционной сексуальной ориентации я это помню мне людмурик лично это говорила прилично встречи челябинске например но к сожалению или к счастью фанатки даши они накидали и всяких срамных худов панамку натыкали этих худо в спину и даже переобулась и решила что не стоит этого делать конечно же и ну что подержит в общем вы сами все видите на экране все услышали в общем сдала назад сдала назад дашенька у меня к ней претензий никаких нет вот все видосы там или какие-то мемы которые делал ну конечно ребят у меня так не тоже каких-то там ненависти какой-то еще чуть нет это просто хайп ребята как и все в принципе в интернете всем по барабан друг на друга просто люди люди хайпуют хайпуют как много и так у меня вопросы не к даши не к людмиле людмурик у меня вопросы к андрею гобзавру вот андрюха мне да был же рестрим с яриком соколовским вот я сделаю я сделал рестрим ярика соколовского где вскрывались те самые подробности якобы якобы еще раз подчеркиваю якобы андрей гобзавр применяет домашнее насилие к людмиле людмурик потом конечно же людмурик сказал что нет никакого насилия не было это все хейтеры там нейросети это обамка масоны и все остальные в общем адам весь гауп например вот к чему это все мне андрей гобзавра я написал смотри андрюх тут дашка план постит такие вещи давай давай хайпую хайпун давай давай делаем стримы и он мне написал следующее вы ладно не буду публиковать просто написал что хикан нет значит мои условия мои условия андрюх это обращение лично к тебе ты большой ребенок ты думаешь что мир крутится вокруг тебя вокруг челябинска вот есть наверняка в твоих мечтах глобус челябинска например и там на этом глобусе полянка где-то загораешь там есть им парк агарина там есть что там еще куда дну а mc в общем ладно неважно андрюх чего это все он мне выставил следующее условие значит стрим будет если ты удаляешь рестрим с яриком а я говорю а как же у ярика то на канале у топ хацкера кстати подписывайтесь кто хочет как же у него данные стрим ну как-то вот ответа не было то есть его не бесит его какой-то просто экзистенциальный ужас от того что ярик существует почему так ненавид ярика топ хацкера по одной простой причине что андрей гобзов считает что ярик каким-то образом поспособствовал тому что катериночка катенька исчезла из жизни гобза именно из-за ярика соколовского вот нач первое условие удаляешь рестрим с яриком соколовским второе условие 20000 российских рублей ты платишь заранее да да не удивляйтесь вот а никого там не волнует соберут если на стрим будет соберется ли эта сумма или нет то есть хорошо допустим мы отправили стрим и собрали условно там 10 тысяч рублей а ему заплатил заранее 20000 рублей вопрос знатокам вернется ли мне десяточка обратно ну как вы понимаете исходя из жадности андрея гобзавра и экстраполируя все все что можно мне кажется вряд ли мне кажется мне кажется вряд ли вернуться этим 10 тысяч российских рублей вот такие делишки и я тут себе шваргалочка записала естественно андрей мне пишет нет ты стал таким же как ярик соколовский ты хейтер ну и все остальное мы с тобой больше не дружим и значит в общем хикан стал в один ряд с яриком соколовском андрей мы с тобой не друзья друзья не бывают за деньги но представьте я кому-то плачу деньги там 20 тысяч рублей чтобы с кем-то погулять но это невозможно андрей где-то видел таких друзей и самое главное у андрюш тоже разумная такая штука называется проективная идентификация что это значит есть человек условно жадный он говорит что это ты жадный если человек кого-то кидает это значит он говорит ты там кого-то кидаешь я говорю на андрей я тебе плачу деньги у нас с тобой отношения на вар деньги товар то есть я тебе заплатил это как он с пахом он да я ему заплатил он пришел или с паши техниками а паш техник заплатил он пришел мы не говорим что мы друзья я с пахом не друг я один раз в жизни видишь паши техникам и тоже не друг вот так же с андреем счет андрей взял что мы с тобой друзья мы с остальное я делаю чего угодно хочу там делаю рестрима хочу еще что-то что законом не запрещено почему андрей взял что мы какие-то друзья неизвестно неизвестно в его голове в его безграничном каком-то экоцентризме видимо на видимо свои какие-то понятия определения но неважно вот да на к чему это все почему-то андрей написал что я превратил его жизнь в ад интересно как я его жизни превратил отпиши пожалуйста андрюша что я сделал то есть этого катериночку увел или 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 что я так понимаю насколько я расшифровал ты превратил мою жизнь в ад это значит мы провели стрим с юрием хованским и после этого кто-то написал людочки и людочка начала сливать вот значит опять же да хикан же там еще деньги значит украл напоминаю но это чуть похоже на вот и люточка там как какому-то хейтеру слила все под на год но может она еще подбух она была сказала что вот андрей якобы применяет домашнее насилие физическое насилие в отношении людочки вот мы конечно же в это не верим потому что людочка же стало что такого не было разве мог андрей куб завра избивать люточку конечно же нет я в это не верю абсолютно все клеветники ярик соколовский ярик только я тебя увижу только эти ой да 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 не удивляйтесь и продолжение извините значит как я превратил жизнь именно именно после этого стрима людочка все это слила и вот как-то в умозаключениях андрея после этого именно я являлся тем самым спусковым ключком превращение его жизни в ад потому что сейчас им заинтересовалась екатерина мизулина там и видимо органы какие-то поэтому поэтому именно я был тем самым архитектором превращения жизни от андре губ завра в его голове а не потому что он свою маму избивает ну значит по мнению хейтер я не верю что он маму я его я в это лично не верю да вот значит андрей андрей еще обвинил меня в том что значит и я тоже какие-то делать то ли реакты то ли встречи с девками но я так понимаю это вот колеса и лера который санкт-петербурга которая колеса его два раза развела я просто не понимаю как это возможно на этаже девушка его обманула там же голос один и тот же и внешность принципе на этаже вот я потом все в питере лично встретил андрей это воспринял конечно же как удар по самолюбию еще как еще раз какой удар если я тебе плачу деньги ты ты сам ты сам лезешь это за деньги за деньги андрюша ты просто очень сильно любишь деньги какие отношения как какая дружба о чем речь ладно окей идем дальше дам и апофеоз наши беседы андрюша отписал ходи и оглядывайся ходи оглядывайся и забанил меня вот потом разбанил потом удалил ходи и оглядывайся но это за скринил и вот почему я должен ходить и оглядываться вот федор михалыч достоевский за моей спиной андрюша я ничего не украл никого не убил мне нечего ходить и оглядываться видимо ты судишь по себе потому что видимо ты сам выходишь из дома и оглядываешь смотришь там не ярик за тобой не бежит или там аленка ву или еще там кто-то не неизвестный вот это ты это ты ходишь и трясешься как бы там чё не произошло как бы там чё не произошло ломик наверно с собой берешь который ты я река огрел вот окей ладно бывает в жизни огорчение идем дальше да значит тоже меня смутил этот 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 пункт значит перед стримом с юрием хованским андрюша написала что значит есть есть одно условие нельзя задавать вопрос о том как андрей с людой 10 делит деньги папа по процентам то есть сколько там люди сколько андрею я у меня в голове в принципе не возникало такой мысли как андрей с людой делят дик мне абсолютно все равно хоть он и ничего не дают хоть он и все отдает вот но человек настолько жадны что для него вопрос мне кажется вопрос того что сейчас мизулина возбудилась и органы мне кажется ему вообще это не волнует мне кажется он больше переживает за деньги потому что у человека есть та самая патологическая жадность вот бывает накопительство бывает там еще какие-то расстройства у андрюша жадность просто на мне не за может он трясется не потому что он там вот хейтер ему отрезали возможно стриме мне кажется он он переживает за то что он больше не сможет на золотые калаши например донатить варфейс вот вот почему-то мне так кажется я не знаю как на самом деле это просто мои проекции вот и то же самое то же самое просьбу андрюша написал юрий хованского написал чтобы юра не задавая этот вопрос а у юры тоже то в принципе в голове такого мнения зачем какой смысл вот задавайте вопрос какая кому разница если есть окей ладно даже бывает 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 вот да кстати да тоже тоже интересный момент тоже интерес момент даже каплан когда говорил что хочет провести стрим она говорила что хочет хочет там люточки чуть задонатить но не нашла не нашла ссылку или там циферки карт на самом деле андрюша был прав цифры карты можно найти там у него все есть но видимо человек так хотел сделать я вот тут справедливости ради я буду объективным куда объективным да и еще когда мы с андрюши вели беседу последний раз он говорил что ты ты всегда меня ты всегда меня обманывал всегда я говорю смысле обманул как я тебя на деньги обманул да да ты обманывал меня и на деньги тоже я ему говорю андрей имена фамилии явки даты суммы когда что у андрея просто какая-то очень странная тоже система ценности финансов еще раз напоминаю эту историю про то как я андрея губ завра кинул на 700 или на 750 рублей тот самый стрим был с юрой хованским там на полоске было 14000 российских рублей вот естественно вычтите 7 процентов и получится конечная конечно сумма плюс еще при выводе банка берет свою комиссию вот я отправил андрею 13200 там чем-то рублей и потом на стриме людочка с андреем грида хикан замутил то 750 рублей ну конечно отвалив деньги так сказать юре хованского и гобзу да да мне ну как же не обмануть человека на 700 чем-то рублей потом конечно же на эти 700 рублей я москва сити висел неделю с распутными женщинами в общем там с цыганами с медведями все как по-русски что называется тогда не удивляйтесь и к икру красную и черную в ванну принимал с ней в общем но вы понимаете абсурдно всей этой ситуации да и я говорю андрей я же тебе ничего не предъявлял за эти 750 рублей как ты меня оболгал но балкал и балкал я же тебя знаем ты как ребенок то же самое с людочкой это бесполезно это там то что ну к ребенку подойди на улице то же самое ему предвидет от такой же уровень вот и я ни слова не сказал когда андрей гобзавр взял и перезалил мой стрим с юрой хованским за который я заплатил он там с него собирал какие-то там донаты андрюша я же тебя не предъявлял за это ничего почему я тебе ничего не предъявляю почему потому что я может быть не эгоистичный пропускаю матерное слово ас ладно не буду да так что бобзик бобзик почему-то не смог не смог меня обличить он как-то очень в общем как так задолжил промолчал промолчал он ничего он не смог сказать к сожалению вот и очень жаль очень жаль конечно же что по крайней мере пока не состоялся тот самый легендарный стрим в составе я ваш корж драгоценных и каннабуан не забывайте ребята подписываться и ставить классы потому что ну стараюсь 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 что-то делать что-то делать изо всех сил вот андрей гобзавр а точнее людмила людмурик потому что не интересен не интересен губзик но тоже забавно у даши она говорит я хотел узнать почему почему людочка значит меня хотела в тетрадь смерти за 10 ее не интересует то что значит андрей гобзавр избивает маму мнение по мнению хейтеров конечно же он не избивает я уверен я же я же знаю вот ну просто знаете поугарать вот на самом деле границы верхнего и нижнего интернета очень-очень стерлись вот да и вот забавная новость вышла тут у даши значит ее обманули с отелем насколько на сто восемнадцать косарей андрюша андрюша часики 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 тикают андрюша часики тикают к сожалению к сожалению тебе уже через два года будет 40 лет 40 лет андрюша чего ты еще ждешь какие 20 тысяч рублей плюй вечность вечность мы уже мы не станем моложе мне сами здоровее чем дальше мы живем тем больше крыша наша едет она горит андрюша я уезжают все она едет челябинск чита понимаешь три дня на полочке без того чтобы сесть в самолет и не этот раз мозги вот андрюша наша крыша уезжая здоровье становится еще хуже мы может быть завтра уже не проснемся андрюша я помню когда был жизни назад мне было 16 лет поверь поверь и тогда все женщины для меня были привлекательны сейчас уже не так и так не так не так андрюша вчера раньше по барабану было вообще с кем затевать сейчас уже хочется любить поверь поверь андрюша я это понимаю я это чувствую я чувствую как здоровье становится хуже все 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 жизнь утрачивает краски андрюша надо что-то делать мы с тобой видеоблогеры даши она просто она хочет поприкалываться она хочет там ну 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 просто посмотри найти на цирку рот вот мы есть тот самый цирк рот андрюш люди хотя люди хотят контента хлеба и зрелище вот у тебя аудитория я всегда удивлялся почему-то из девочек с неустроенной личной жизнью ты счастливы люди не смотрят андрея губ завра вот вот я я не знаю как я это сто раз повторял как можно чуть ли не десятилетиям десятилетиями хотел сказать ну почти уже десятилетия смотреть одну и ту же там ничего не происходит ладно год я воню 16 году постоянно смотрел стрима говза потому что они были прикольные там были роботы там был playstation там было ну челленджи всякие разные не буду упоминать там пока не осуждаем было там ну там было интересно потом сейчас одно и то же одно и то же одно и то же андрюша сидит теребит игрушки вы заказываете нам сосочку пиво моего всего лишь четыре тысячи рублей четыре тысячи рублей андрюх ты чего ты понимаешь почему хейтеры тебя долбят потому что они хотят снижать они не хотят чтобы там не стримил или еще что-то просто снять сцены люди хотят внимания они твои фанаты они не хейтеры хейтеры это главные фанаты они живут твою жизнь они не своей жизни живут они просирают свою жизнь и живут твоей они следят за этим и прочее ладно я это моя работа понимаешь мне абсолютно все равно вот смотри какой пример вот со мной хорошо привести донкинг донкинг знаешь на который организовал там бои и сделал там чуть ли не сотню боксеров миллионерами вот я донкинг андрюша в интернете понимаешь я хочу привести тебя к успеху ты кусаешь мою руку кусаешь руку который тебя кормят и делаешь это без уважения браку андрюш нельзя нельзя вот поэтому удовлетворить их женщин с неустроенной личной жизнью ну их там надоелым там какой-то парень который там же он уже на его не любит там терпит и прочее она приходит и смотрит тебя точнее не тебя людочку вот забавно конечно будет если не дай бог людочка помрет что ты будешь дальше делать вот тогда эти девочки конечно же не будет смотря не приходит смотреть только людочку только людочку к сожалению андрюх и счастливые люди они не смотрят тебя они не смотрят аниме счастливые люди они вообще в интернете так особо не сидят они ходят на работу, потом подбухивают, потом там рожают детей, ипотека на пятерочку и все остальное. И они дико счастливы. Слушай, а что они там это будут? Я что-то не понял. Ну ладно, неважно. Они перекрикивают меня. Какая-то семейная драма, дорогие друзья. Ладно. Ну вот, пожалуйста, вот вы думаете, вот эти добрые люди, они смотрят Андрея Кобзаврова. Да нет, они не знают, никогда не узнают. Андрюша, Андрюша, давай делать дела. Пойми. Деньги брызги. Ты сегодня там, не знаю, получил какой-то донат, в Warface задонатил или во что он там еще играет, я уже забыл. Вот, неважно. И все, этих денег больше нет. Андрюша, мы должны остаться в истории. Понимаешь? Остаться в истории. А мы с тобой пока остаемся только в истории психиатрии, к сожалению. Вот. Хотели попасть в учебники истории, а попадем в учебники психиатрии. Хы-хы-хы-хы. Ты только уж точно с людой. Это точно. Я так. Может быть. Еще не факт. Так что, Андрюша, поверь, поверь, есть вещи дороже денег. Он у меня был знакомый. Ну, как знакомый? Он многим был знакомый. У него были, было несколько квартир в Москве. На станции метро какая-то станция метро. Третьяковская. Вот. Они стоят в совокупности под 100 мультов. Ну, чего он умер от рака и все. Жизнь. Говорит, там, что-то всю жизнь это. Ну, вот, пожалуйста. Я же говорю, он, женись знакомым, потом всю жизнь будешь страдать. Вот вас там предъявляет. Лучше уже в нижнем интернете струячить. Вот, Андрюха, к чему это все? Давай, мы скоро, на скором, быть может, с тобой не станем. Андрюха, я тебе при... Я понимаю, что это бесполезно. Я обращаюсь просто к твоему, вот, к какому-то человеческому, к твоей лимбической системе. Я понимаю, это бесполезно. Давай, Андрюха, забиваем на все. Мы с тобой не друзья. Мы с тобой коллеги. Ты Мухаммед Али. Я твой Дон Кинг. Все. Есть Дон Симон, а есть Дон Кинг. Хикан Набуан. Только белый пока еще. Вот. Андрюха, пиши мне. Пиши. Я всегда рад. С Дашей мы уж как-нибудь договоримся. Обкашляем вопросики. Вот. Ребята, будьте счастливы. Будьте счастливы. Выбирайте себе людей, с которыми вы сможете всю жизнь счастливо провести, а не грызться за 20 тысяч рублей. Вот. Будьте счастливы. Не избивайте своих мамок. Вот. Своих сожителей, так сказать. Подписывайтесь на мой канал. И храни нас всех Господь. Посещайте вон библиотеки и читайте Достоевского. Хотите, не читайте. Вот. До новых встреч. Всем чао. Пока. И на небо, на небо, на небо. Все, выключай. Ха-ха-ха.